Ута Лемпер, вторая после Марлен Дитрих немка, добившаяся огромного признания в Америке. Ута поющая актриса, которая привнесла в песни элементы театральной драматургии. Она роскошна во всем. В искусстве, кабаре и мюзиклах, на концертной сцене и на экране. Следующий год для актрисы юбилейный, и Ута готовится к мировому турне. Однако она нашла время для нашей съемки в своем большом доме около центрального парка в Манхэттене. Добиться признания в Америке, особенно европейцам, вовсе не просто. Ни Голливуд, ни Бродвей никогда так просто не открывали свои двери тем, кто перебрался сюда из-за океана. Ута Лемпер вслед за своей соотечественницей Марлен Дитрих стала второй немецкой артисткой, получившей признание в Соединенных Штатах. Ута живет в Нью-Йорке уже 35 лет, и несмотря на многолетний стабильный успех, рано просыпается и поздно ложится спать. На успех нужно много работать. Я встаю в половине седьмого утра. У меня двое детей, которых я отвожу в школу к восьми утра. Потом я приступаю к делам. А так как я во многом связана с Европой, то должна начинать рабочий день рано, ведь в Европе в это время уже почти вечер. А обычно я ложусь спать в половине второго ночи. В пять я уже на ногах. Артистка хорошо помнит свой первый приезд в Нью-Йорк. Первый раз я попала сюда в 88 году. Не так уж давно. Да, не так давно. Всего 35 лет назад. Тогда состоялся мой первый концерт в Линкольн-центре. Это был вечер музыки Курта Вайля. Сразу после выхода моего первого диско Ута Лемпер поет музыку Курта Вайля. В первом ряду сидели Кендер и Эбб, которых вдохновила музыка Вайля к трехгрошовой опере, что отразилось в их мюзикле Кабаре. Все эти темы декаданса, андеграунда, криминала, нестабильности в большом городе, плюс загадки ночной жизни Нью-Йорка. Все это легло в основу мюзиклов Кабаре и Чикаго. Я была очень польщена их вниманием. Вообще-то я познакомилась с авторами мюзиклов раньше, в Париже, где играла Селли в Кабаре. Тогда в первом ряду были Лайзи Миннелли, Джоэл Грей и Кендерс Эббом. Это был 1987 год. Чтобы стать звездой на Бродвее, нет, слово звезда не подходит творчеству Уты. У нее более интеллектуальное искусство, чем поверхностный шоу-бизнес. Так вот, как правило, на Бродвее не пробиваются иностранцы. Акцент, чужие, напористые, неудобные, инициативные. Но в случае с Утой вышло все наоборот. Разговоры о Бродвее начались в Лондоне, где я играла на вест-энде в оригинальной постановке Чикаго. Я уже знала американских продюсеров, потому что раньше у меня были концерты в клубах, в Линкольн-центре, в Таун-Холле, в отеле Карлайл. Нет, это было позже, не в 80-х. Тогда был мой первый концерт в Карнеги-Холле, после которого продюсер мюзикла сказал, что хочет увидеть меня в постановке Чикаго. И отправил в Лондон на премьеру, потому что на Бродвее уже играла Биби Ньюверт. Через год меня позвали в Нью-Йорк. Я уже была замужем за американцем, у меня была грин-карта и двое детей. Так что проблем с въездом в страну не было, и я сразу прилетела сюда. Нью-Йорк – потрясающе разнообразный город. Здесь можно встретить людей со всего мира, и французов, и из Южной Америки, и азиатов. Когда ты живешь в Париже, нужно привыкнуть к стилю жизни Парижа. Если ты переехал в Германию, то нужно адаптироваться под Германию. А здесь тебе не нужно ни привыкать, ни играть, ни подстраиваться. Ты сразу чувствуешь себя дома. Я люблю прогрессивные, либеральные взгляды людей. Люблю то, что здесь во всем ощутимо вдохновение искусством, театром, музыкой, джазом. Я чувствую себя свободно в Нью-Йорке. И я чувствую себя свободно в Нью-Йорке. Своим основным жанром Ута считает кабаре, но европейское кабаре, которое во многом отличается от американского. Здесь больше джаза, оркестр, танцоры, шоу, истории. А в Европе кабаре – это такой темный перформанс. И, как правило, на сцене, в свете прожектора, один артист, выступающий под рояль. Давайте обратимся к истории. Оригинальное кабаре возникло в Берлине. Существует берлинская и веймарская школы этого жанра. Подмостки кабаре были политизированы. Там была сатира, там были идеи свободного образа жизни, открытой сексуальности, эмансипации, ЛГБТ, идеи свободного духа. Потом была еще французская школа. В ней акцент ставили на импрессионизм, элегантность, изящество, музыку. Там кабаре было не таким провокационным, а, скорее всего, экспериментальным. Оно праздновало экзистенциализм и эстетику женщины. А американский стиль – это упорная личность артиста на то, к чему он пришел в жизни и чем он готов поделиться со сцены. Здесь такое искусство существует для взрослой аудитории, и его показывают артисты старшего поколения. Например, немолодые бродвейские актеры, которые делятся со сцены своими историями. Субтитры создавал DimaTorzok Основа всего, чем занимается Ута, это по сути поэзия в музыке. Она обращается к творчеству таких больших поэтов, как Пабло Неруда или Пауло Коэльо. Я всегда обращаюсь к хорошей поэзии. Бертольд Брехт был выдающимся поэтом, очень сильным. Он и те, кого вы только что назвали, это люди вселенского масштаба. Для меня работа с поэзией – это моменты вдохновения. Но вообще я предпочитаю в своем творчестве быть на темной стороне улицы, на стороне мистических тайн жизни, ее секретов. Эта сторона более глубокая, это явно не солнечная сторона. Я обожаю ощущение счастья. К тому же я очень романтична, но искусство должно отражать нечто более глубокое. Вы когда-то спрашивали меня о русских поэтов. Мне очень нравится Анна Ахматова. Одно время я думала выпустить программу на ее стихи, но пока что не дошли руки. Она известный поэт и сегодня? Конечно. Очень важное имя в поэзии. Еще была Марина Цветаева. У меня есть книга стихов Анны Ахматовой. На русском или на английском? Потому что тогда все зависит от качества перевода. На английском, конечно. Я не знаю русский язык. На каких языках вы свободно разговариваете? Только на французском, английском и на родном немецком. К своему юбилею Уталемпер готовится серьезно. Я пишу книгу. Также записываю новый диск, который будет называться «Путешествие во времени», потому что я столько лет путешествую по разным эпохам, вижу изменения в обществе. И хоть тело стареет, ум и дух остаются молодыми. Недавно вышел документальный фильм. Съемочная группа последовала за мной повсюду. Они сняли мои концерты посвящения Марлен Дитерих. Потом еще о песнях на идиш, которые возникли в концлагерях и в гетто. О, идиш – это наша тема. Этот диск называется «Песни из вечности». Это большой концерт из песен, которые родились в варшавских гетто и в литовских, а также в концлагерях, в Освенциме и в Терезенштадте. Я пою на идиш и на немецком. Эти песни просто раздирают душу, потому что они написаны в заключении как профессиональными авторами, вроде Виктора Ульмана, так и самими заключенными. Вы ощущаете праздничный сезон в Нью-Йорке? Это волшебное время. Я люблю то, как украшен город. Сразу после Дня Благодарения город уже наряжает к Рождеству. А вся наша семья, особенно мои дети, любим Рождество. И я каждый день гуляю. У нас тут неподалеку центральный парк, а там есть пруд. Часа два я гуляю около пруда и думаю о жизни, о планах. Это такое время для философских размышлений о том, что хорошего в моей жизни, что я должна изменить к лучшему в новом году. Вы можете поздравить нашу аудиторию на любом языке. Мы все поймем, потому что жизнь прекрасна, не так ли? Я желаю всем веселого Рождества. Это самое классное время года. Это семейный праздник. И самое время порадоваться простым вещам. В этот день соберитесь у елки, выпейте бокал хорошего вина, отведайте вкусную еду и ощутите любовь в вашем доме. Мы должны жить в мире и свободе. Я не знаю, как это сказать по-русски, но есть универсальный язык. Я говорю это в универсальный язык. Музыка. 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 Музыка.